Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. В эфире программа Екатерины Шульман «Станус». 27 часа и почти 5 минут. У микрофона Майкл Найки. Здесь она в студии. Екатерина Шульман, политолог. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы напомним, что идет трансляция на туб-канале «Эхо Москвы». Можно посмотреть. Вот живая Екатерина Шульман с нами здесь, в студии. И переходим сразу к первой нашей рубрике. Здравствуйте, дорогие слушатели. События наши сегодня многочисленные и увлекательные. Но вначале мы должны поговорить о том, о чем неизбежно нам поговорить придется. Хотя мы с вами как-то стараемся избегать перетекания нашей программы. Жанр удивительной событий, случившейся с автором программы. Не все то, что происходит с автором программы, так важно для страны, чтобы об этом сообщать в прямом эфире. Но некоторые вещи сообщать приходится. Не далее как сутки назад, в понедельник вечером, у нас произошли изменения в составе Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте. И теперь я больше членом его не являюсь. Тут должны быть аплодисменты в студии. Но почему-то никто не аплодирует. Вот, вот, слышим аплодисменты. Спасибо. А как это произошло? Мы об этом с вами скажем несколько слов. Напомним о том, что такое Совет по правам человека. И постараемся сказать о том, что с ним теперь будет. Значит, процессуальная сторона вопроса состоит в следующем. При президенте Российской Федерации существует большое количество советов. Мы много с вами слышали последние месяцы об СПЧ. И вообще из всех этих советов СПЧ всегда был наиболее публичным, самым заметным. На самом деле он совсем не самый, на самом деле влиятельный, сказала бы я. Но есть множество других советов. Например, есть Совет по культуре и искусству. Есть Совет по русскому языку. Есть такая вот малозаметная, но на самом деле довольно весомая структура с незапоминающимся названием Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Который на самом деле является публичным или частично публичным лицом главного правового управления администрации президента. Там серьезные люди сидят. А есть наш с вами Совет по развитию гражданского общества и правам человека. Все эти советы формируются и, соответственно, состав их изменяется указом президента. То есть там нет никаких там выборов, никакой иной процедуры. В долгой истории СПЧ, а он существовал сначала как комиссия по правам человека при президенте, потом был переформирован в Совет. Одно время все члены Совета работали на общественных началах. С 2010 года глава Совета является одновременно советником президента и, соответственно, занимает должность в администрации президента. Так вот, все эти изменения происходят путем президентского указа. В общем, согласно положению о Совете, срок полномочий членов Совета соответствует сроку президентских полномочий. Поэтому последнее, ну теперь уже предпоследнее, изменение в составе произошло в декабре 2018 года. 3 декабря вышел предыдущий указ. Это было связано с тем, что у нас произошли в марте того же года президентские выборы. В принципе, все вот эти удостоверения, которые выдаются членам Совета, они до 2024 года на срок президентских полномочий. Но еще раз хочу сказать, это все прерогатива президента. Соответственно, состав Совета может быть указом президента изменен, что и произошло. Происходило это и до этого. Несколько раз между, скажем так, президентскими выборами составы Советов менялись. Какие-то люди выходили оттуда в знак протеста против чего-нибудь. Ну вот последний случай такой запоминающийся. Это был Максим Шевченко, который вышел в знак протеста против разгона демонстрации в 2017 году. До этого в 2012 году вышло ряд членов Совета. Там был скандал с попыткой изменить как раз порядок формирования Совета. Если кто-нибудь помнит из тех, кто постарше и кто еще помнит 2012, теперь уже далекий год. Там была такая идея проводить онлайн-голосование. Была тогда такая мода в эту, так сказать, заканчивающуюся эпоху медведевской модернизации. Вот было, значит, какое-то движение кандидатур в сети, соответственно, потом было голосование, потом какие-то начались там накрутки, значит, какие-то люди возмущались. В общем, кто-то выходил. Исключались люди из состава Совета, насколько я помню, по той причине, что они, например, разбирались депутатами Государственной Думы или становились членами общественной палаты. Совмещать эти два органа общественных нельзя. Но такой случай, когда нет какого-то формального обоснования, да? Может быть, я ошибаюсь, но по моим ощущениям, вот такое вот исключение из состава Совета, без того, чтобы человек переходил там на какую-нибудь другую должность. Исключение президента. А больше никто не может, значит, смотрите, еще раз повторю, это бесплатная работа, да? То есть человеку нельзя принудить этим заниматься. Соответственно, он может уйти в любой момент. Он может уйти по своим собственным причинам, потому что он там заболел, устал, потому что он протестует против чего-нибудь, либо потому что он получил новый статус, несовместимый со статусом члена Совета. Также еще раз скажу, любой в любой момент может быть исключен указом президента. Я не нашла в истории Совета предыдущих такого рода случаев, когда бы люди исключались указом не по собственному, так сказать, желанию, а вот по желанию, скажем так, принимающей стороны. Совершенно верно. И при этом в такой короткий срок после предыдущего назначения. А комментарии от пресс-секретаря президента по поводу того, что это ротация, они, в общем, ну, не хочется говорить, не вызывают доверие, но они вызывают некоторое удивление, потому что, еще раз повторю, никакого порядка плановой ротации тут не существует. Нет такого правила, не написано нигде, например, в положении о Совете, что каждый год, там, когда завянут листья, нужно... Каждый полгода, как в вашем случае, получается. По-моему, 10 месяцев, кажется, да, но от 11 декабря до 21 октября. С первыми морозами. Так еще и морозов-то не было. А, в общем, как грибы сойдут, так и, соответственно, члены Совета должны меняться. Так вот, нет такого правила. При этом, естественно, нет никаких ограничений. Можно раз в неделю выпускать указ президента, было бы желание. А это все, еще раз повторю, его прерогатива. Значит, что у нас случилось? Случилось у нас следующее. Сменился глава Совета. При этом бывший глава Совета Михаил Александрович Федотов выведен также из состава Совета. При этом обоснование его ухода с поста советника президента, значит, еще раз напомню, он единственный из нас всех, у кого была настоящая работа. То есть он был советником президента, это должность в администрации штатная. Благодаря этому у нас был аппарат, поскольку это был аппарат советника, он же и эти немногочисленные люди работали и на Совет, потому что больше у нас ничего не было. Но и сейчас у оставшихся тоже не прибавилось. Так вот, аргументация стояла в том, что 70 лет это предельный возраст нахождения на госслужбе. Так вот, как вы понимаете, нахождение в составе Совета это никакая не госслужба, это вообще никакая не служба, ничего, это общественная работа. Но при этом из состава Совета он тоже выведен. А также выведены следующие члены Совета. Это Евгений Бобров, он был заместителем председателя. Это Илья Шаблинский, он был главой комиссии по избирательным правам. Это Павел Чиков, он был членом разных комиссий, как и я, и известен как адвокат и руководитель адвокатского объединения АГОР. И я последним по алфавиту. Одновременно назначен новый советник президента, это Валерий Фадеев, бывший глава общественной палаты. Интересно теперь, кто возглавит общественную палату. Может, кому-то это интересно? Может быть, вы. Кому-то интересно? Не поступало таких предложений. Ракировочки, это, конечно, наш стиль, но пока таких разговоров я не слышала. И в состав Совета введены три человека, которые, очевидно, пришли с этим новым председателем. Наиболее известный из них, это Кирилл Вышинский, недавно обмененный в рамках обмена пленными, заложниками и заключенными России с Украиной. Удержанными лицами, по-моему, такой термин они придумали. Что-то в этом роде, да. Известный правозащитник. Да, вот его обменяли. Он был главой, насколько я понимаю, подразделения России сегодня в Киеве. Там был арестован, провел некоторое время заключение, был обменен, вот вернулся в Россию и теперь будет членом СПЧ. И еще два человека. Таким образом, у нас получается что? У нас пятеро ушло, четверо пришло, да. Значит, в составе Совета был 50 человек, сейчас их, соответственно, 49. Еще один момент. Не существует никакого определенного списка количественного состава участников. Количество членов Совета варьировалось за его историю многократно. Было от 30 до 50 плюс. Вот такая была приблизительная численность. Вот 50 человек, это, кажется, было даже и больше 50 на каком-то этапе. Значит, вот как это все сейчас произошло. Что произошло после этого? После этого вчера же Тамара Георгиевна Морщикова, тоже глава одной из комиссий, пока есть комиссия по научно-правовой экспертизе нашего Совета, она написала заявление уже по собственному желанию и вышла из состава. Будут ли еще какие-то выходы из состава Совета? От чего это зависит? Значит, по загадочному совпадению, трое тех людей, которые были членами Совета и перестали им быть, а именно Шаблинский и Морщикова, и я должны были быть докладчиками на встрече с президентом, который традиционно планируется на конец ноября, начало декабря. Прошлая встреча была у нас 11 декабря, сразу после нашего введения в состав Совета. Это был первый случай, когда новые члены Совета вообще увидели друг друга. Это как раз происходило, по-моему, во вторник. И после этого я вот пешком пришла оттуда, выпрыгнув из окна Спасской башни, да, пришла в редакцию и рассказывала вам о том, что там, собственно говоря, происходило. Там я выступила. Ну, это было не то, чтобы выступление, а такая реплика с мест, потому что как это делается? Там есть доклады, обычно их четыре, которые готовятся заранее. Тексты их, соответственно, приставляются в администрацию. А дальше свободный разговор. Так вот, в этот раз я должна была быть... Что же вы там такого наговорили? Ну, вот, как нынче выражаются на двушечку. Между прочим, моя реплика касалась ровно того, о чем должен был быть мой доклад. А доклад должен был быть посвящен праву на свободу собраний. Очень актуальная тема по итогам этого года, завершающегося. Там, тогда, в прошлом году, я говорила ровно о том же. Говорила я о том, что наше законодательство о массовых акциях криминализует мирную протестную активность, что оно должно быть изменено, что из людей делают преступников на пустом месте, что порядок согласования с органами власти превратился в какое-то, значит, благословение, без которого любая акция становится преступной самой по себе, что противоречит 31 статье Конституции. На это в ответ мы услышали о том, что не хотим ли мы, как в Париже. Из всего этого моего страстного выступления, по-моему, запомнили только реплику о свидетелях Яковы. Хотя речь шла совершенно не об этом, а речь шла о том, как опасно быть занесенным в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, когда даже еще до всяких приговоров по делам об экстремизме люди лишаются всякого доступа к своим счетам и, соответственно, к своим деньгам. Екатерина Михайловна, один вопрос. Скажите, пожалуйста, что вот вашу великолепную пятерку объединяет? Потому что не то, чтобы в Совете остались одни лоялисты, да, или что-то. Там есть много людей, которые высказывают... Пока еще нет, там есть много людей. Вот почему именно у вас пятерых? Смотрите, когда появились первые разговоры, а это случилось неделю назад приблизительно, о том, что произойдет вот эта смена председателя, члены Совета решили поддержать своего председателя и написать президенту в его защиту, значит, некое обращение о том, что вот хотим его нам оставить. Оно было подписано 32-мя членами Совета из 50-ти. Это хорошее такое большинство, да, значит, в Совете внутри решения принимаются голосование, большинство голосов. Значит, соответственно, как вы понимаете, не все из этих 32-х людей перестали быть членами Совета, хотя какие-то из них, возможно, и уйдут через некоторое время. Почему я заговорила о встрече с президентом и о докладах? Так вот, объединяет этих людей. Ну что, значит, Федотов уходит, потому что он перестает быть главой Совета. Бобров, видимо, потому что он был заместителем и как бы... Правой рукой Федотов. Да, на самом деле, да, таковым он и был. А дальше это те люди, которые должны были участвовать в составлении докладов и их, так сказать, представлении на встрече с президентом. Вот еще должна была быть Морщакова, и она тоже ушла. То есть, возможно, возможно, такое вот немедленное целеполагание, а у нас стратегическим планированием-то не очень, а вот со всяким таким тактическим как-то бодрее. Так вот, может быть, такая близкая и простая цель состояла в том, чтобы на встрече с президентом не звучало ничего неприятного. Вот, собственно, и все. Мы любим с вами находить глобальные причины, необъективно обусловленные факторы, которые влияют на чего-нибудь, но вот эта вот вся мелкая аппаратная политика, при всем уважении к упомянутым лицам, она обычно объясняется очень сиюминутными вещами. Я при этом напомню, что вот то самое ваше выступление, которое было на прошлом собрании, вот эта вторая часть, где были вопросы, а не только доклады, очень долго не появлялась почему-то. Ни расшифровка ее, ни видеозапись. Это правда. На сайте Кремля не появлялась стенограмма, что было довольно новой вещью. Нам даже пришлось спрашивать о требовании практически Пескова. Да, значит, мы там как-то начали скандалить силами своими и журналистского сообщества, задавали вопрос Пескова, три раза его спрашивали, как в сказке первый раз, значит, вышел не островой, а морской, третий раз тоже там с чем-то не тем, на второй раз, на третий раз он сказал, ну, хорошо, ну, если вам так интересно, ну, действительно, кому может быть интересно стенограмму встречи с президентом? Ну, вообще, ерунда какая-то. Ну, раз уж вам интересно, так и быть, мы опубликуем. Они опубликовали честную стенограмму, я ее читала, там не было никаких тех поправок, как потом стали вносить во всякие прямые линии стенограммы. Вы помните, когда там какое-нибудь слово ШИИС или фамилия Голунов, то появляется, то исчезает, потом опять появляется, потом опять исчезает, такая правка на ходу. Блуждающая фамилия, да. Да, да, блуждающая, блуждающая, блуждающая ШИИС. Так вот, с нами было все честно, когда, наконец, они решили эту стенограмму вывесить, а не президентская пресс-служба, они ее вывесили так, как есть. Соответственно, в этом году скрывать, так сказать, часть того, что произойдет, будет труднее. Более того, доклады — это, собственно, публичная часть, а это еще и снимается. И транслируется практически в ПМИ. Ну, ПАО «Россия-24» транслирует, да. То есть это, видимо, было сочтено чрезмерно рискованным. Значит, последнее, что я скажу, чтобы, опять же, не углубляться в эти все персональные разборки. Значит, сил и успехов, и удачи новому составу совета, тем, кто решит в нем остаться, сил и мужества тем, кто решит все-таки оттуда уйти. От председателя зависит довольно много. Еще раз повторю то, что я говорила в этом эфире неоднократно. Совет — орган без полномочий. Он занимается тем, чем сочтут нужным заняться его члены, люди его составляющие. Он может, в принципе, вообще ничего не делать. Нельзя людей заставить, как вы понимаете, на бесплатной работе работать, если они того не хотят. Нет никакой обязательной повестки, нет никакого обязательного набора тем, вот чем сойдет, что считают важным. Люди, входящие в совет, тем они и занимаются. Считают они нужным делать заявления, они их делают. Хотят они быть публичными, они будут публичными. Если не хотят, то они не будут. Они могут не давать комментариев, а могут давать комментарии. Опять же, они могут писать письма, как писал Михаил Александрович Федотов, в разные правоохранительные структуры с просьбой обратить внимание на то или иное дело. Одно из последних писем, которое им было подписано по моей просьбе на прокурор города Москвы, это было по Никите Черцову, одному из участников московского дела, 22-летнему молодому человеку из Перми, который находится в СИЗО. Сейчас ему продлили этот самый арест до декабря, но, тем не менее, вот это письмо, скажем так, символическое, все-таки ушло. Если председатель этого не сочтет нужным делать, он этого делать не будет. Еще раз повторю, это свойство вот такого рода органов без полномочий. Значит, ну, 10 месяцев это малый срок для того, чтобы оценить хоть что-нибудь и давать какие-нибудь объективные оценки, но могу сказать, что это был, конечно, увлекательный опыт. Теперь задним числом уже трудно понять, в чем состоял замысел по моему введению в состав Совета, чего ожидали, значит, какие были мысли на тот момент, но, в общем, лучше раньше, чем позже, как-то, в общем, обнаружить, что реальность не соответствует ожиданиям. Одну последнюю вещь я должна сказать для того, чтобы тут как-то не оставалось никаких сомнений, значит, никаких встреч с сотрудниками администрации президента у меня не было. Со мной никто не встречался, никто мне ничего не говорил, никаких предупреждений мне не выносил. Вообще я узнала об этом из текста указа, который мне показал Михаил Александрович Федотов, когда я пришла к нему вчера в 5 часов вечера, он всех собирал на прощальное чаепитие. Были у меня некоторые представления о том, что это может произойти, разные, как вы понимаете, услухи доносились, но вот если вы думаете, что там какое-то вот такое вот плотное, понимаете, политическое администрирование происходит и контроль каждого шага, то нет. Точно так же, как перед прошлой встречей с президентом, тоже со мной никто не встречался, не знаю, как с другими членами совета, никто не спрашивал мне, о чем я хочу говорить, а никаких тоже с меня клятв и обещаний не брали. То есть это все происходит гораздо более хаотичным и абсурдным образом, чем люди обычно предполагают. Поэтому, когда я часто говорю в этом эфире о том, как работает и как устроена бюрократическая машина, насколько узок ее или короток ее горизонт планирования, насколько там все озабочены исключительно своей узкой сферы интересов, насколько там нет никаких стратегических планов, а люди действуют по ситуации и сам не знают поутру, куда поедет в вечеру, как Евгений Онегин. Поверьте, это не только основано на том, что Макс Вебер писал о бюрократии или Владимир Гельман писал о недостойном правлении, но это и подтверждается непосредственной практикой. Ну как люди, в данном случае конкретный человек, ведь только он мог принимать у вас совет и исключать из него. Получается, что так? Он может доверять своей администрации и тому, и той ее части, которая отвечает именно за это. А эта часть, этот так называемый политический блок, тоже, в общем, сейчас переживает не лучшие времена. Если подняться чуть более еще на одну ступень, на более высокий уровень обобщения, надо сказать, что, конечно, СПЧ в том виде, в каком он существовал, был проблемный актив для политического блока. Он был проблемный, но он был. Им можно было, скажем так, торговать с другими ли подразделениями, с другими ли группами интересов. Теперь его в этом виде не существует. Конечно, в определенной степени это выглядит так, как бы они сами наводят порядок у себя в заднем дворе. Но, учитывая общий расклад силы, то, о чем мы тут с вами говорили, когда мы начинали говорить о политическом кризисе в Москве, вот смотрите, вот так выглядит, собственно, политический кризис. Одни его события цепляют за собой другие, и то, что начиналось, как, казалось бы, чужая проблема, там, проблема мэрии Москвы, она становится проблемой уже, собственно, всего гражданского политического менеджмента, потому что силовые акторы у них перехватывают всякие рычаги воздействия. И дальше они вынуждены, ну, скажем так, опять же, сами жертвовать своей сферой ответственности. С одной стороны, они выглядят в этой ситуации лейлистами, с другой стороны, возникает вопрос, а кого вы будете задавать завтра, и зачем тогда вы сами-то нужны, и в чем, собственно, заключается ваш выдающийся менеджмент. Мы говорили об этом с вами в этом эфире. Еще раз поверьте, политическая теория имеет непосредственное отношение к практике. В этом прелесть нашей науки. А, значит, в оставшееся время мы должны с вами... И были и другие события. Были и другие события, да. А, еще раз скажем, что мы, как это, мы не хотели занимать под это столько времени, но пришлось, пришлось. Надеемся, что на следующей неделе мы сможем как-то шире уже смотреть на мир. Значит, еще нам надо сказать о следующем. Последнее мероприятие, которое было мной, в котором я приняла участие в качестве члена Совета, в первую половину дня, в понедельник, до выхода указа, это были парламентские слушания в Государственной Думе о законодательстве по профилактике семейно-бытового насилия. Это, в общем, были слушания про закон, проект закона о домашнем насилии, о котором мы много с вами говорили в этом эфире, и еще, надеюсь, поговорим. Судя по всему, там есть, что называется, политическая готовность к тому, чтобы этот закон был бы внесен в Государственную Думу. Обсуждение было достаточно бурным. Пришли представители всяких разнообразных политических сил и некоммерческих организаций, в том числе традиционалистские, в том числе всякие там многодетные отцы в защиту многодетного отцовства. Но, тем не менее, общий тон со стороны тех, кто представлял органы власти, как Государственную Думу и Совет Федерации и Министерства труда, он, в общем, был как бы такой в пользу закона. Я бы ожидала, что он будет внесен как совместная инициатива депутатов и сенаторов. Мы ожидаем, что это будет до 1 декабря. Значит, тексты, к сожалению, в публичном доступе пока у нас не имеются, потому что есть несколько их вариантов, но во всех вариантах, которые обсуждаются, есть три главные вещи, давайте их еще раз назовем. Это введение самого понятия семейно-бытового или домашнего насилия, которого сейчас нет в нашем праве. Это введение запрета на приближение нашего варианта охранных ордеров, те, которые могут выноситься участковым полицейским на короткие сроки, и те, которые выносятся судом, и введение ответственности административной за темы уголовной за нарушение этого, запрет на приближение этого охранного предписания. Преимущество охранных предписаний состоит в том, что они выносятся по жалобе без возбуждения уголовного дела. В принципе, у нас сейчас есть такая форма, но для того, чтобы она вступила в действие, необходимо заведенное уголовное дело. А по делам о домашнем насилии уголовные дела заводятся очень-очень неохотно. И, в общем, понятно, почему это происходит. Не потому, что все в полиции какие-то такие ужасные мизогины, а потому что, вот приводилась эта статистика еще раз на слушаниях, из 10 поданных заявлений по делам такого рода от 6 до 8 забираются в течение ближайшей же недели. То есть полицейские знают, что они будут делать пустую работу, потому что произойдет это так называемое примирение сторон. И третье, что должно быть в законодательстве, это система убежищ для жертв. Она существует и сейчас. Представитель Минтруда сказал, что в 10 или 12 регионах существует это сейчас, то есть это делается региональными администрациями, но закон будет вменять это в обязанность. В этом сложный момент в законе, потому что это, как вы понимаете, расходы, это расходы региональных бюджетов, им должны на это быть выделены деньги. То есть это довольно сложное такое законодательство, но давайте вспомним, для чего мы, собственно, стараемся, зачем мы хотим, чтобы этот закон был принят. Мы не предполагаем, что таким образом немедленно инсталлируется семейное счастье во всей Российской Федерации. Мы предполагаем, что это будет инструмент, предотвращающий тяжкие преступления, поскольку одно из основных свойств домашнего насилия это его быстрая эскалируемость. То есть продвижение от каких-то малопонятных ссор и плохих слов до тяжких, особо тяжких преступлений, увечий и убийств. Соответственно, разделение в пространстве агрессора и жертвы чрезвычайно помогает предотвращать такого рода вещи. Собственно, прелесть этих охранных ордеров, этих запретов приближения именно в том, что он позволяет удалить агрессора, а не жертве искать себе приют. Приюты тоже нужны, но вообще-то говоря, тот, кто нарушает общественный порядок, он должен быть отдален от своей жертвы, а не наоборот. Еще одно большое преимущество этой правовой формы в том, что оно позволяет решать проблему с насилием в отношении детей. Вот почему. Сейчас, если вы, например, узнаете, вы сосед или вы работник детского сада, или школа, или врач, что ребенка бьют, видите какие-то следы, и он там что-нибудь говорит, там папа побил, мама побила, вы становитесь теперь довольно чудовищной нравственной дилеммой. Если вы заявите в органы опеки, первое, что они сделают, они забирают ребенка. То есть ребенок, которого побили, он за это еще и изгоняется из дома. У вас нет способа этого маму-папу выселить каким-то образом, оставить ребенка с другим родителем, с бабушкой, с дедушкой, с кем-то, кто готов о нем позаботиться, на какое-то время, чтобы хотя бы стало понятно, что там в семье происходит. То есть приходится выбирать между двумя очень плохими. Совершенно верно. Оба хуже. Да, оба хуже. Поэтому люди так часто не знают, что делать. Наверное, каждому из нас приходилось отвечать на такой вопрос, какому знакомому. Вот мне кажется, что в соседней квартире бьют ребенка. Что делать? Опеку позвать, но они его увезут. И хуже станет. Будет хуже. Охранный ордер позволяет эту чудовищную нравственную дилемму хоть как-то немножко расшить. Еще раз повторю, это не принесет нам немедленного счастья и облегчения. Необходимая часть этого закона это обучение сотрудников полиции. Есть общественные организации, которые прекрасно этим занимаются. Как ни странно, они даже и сотрудничают с МВД. МВД как структура, так сказать, массовая, она не может быть вся больная. В ней есть вполне здоровые части. Она самим своим размером может быть спасается. Их надо учить, как себя вести, как пользоваться этим инструментарием. Но это лучше, чем ничего, скажем так. Это лучше, чем та ситуация, которая сейчас, когда такие инструменты вообще у нас отсутствуют. Делаем перерыв на новости, затем вернемся к программе Статус с Екатериной Шульман. Программа... Чай? Да. Про события были? Без протеста. Без протеста. Пусть что-нибудь еще протестуется, тогда мы о них поговорим. Пока будем говорить про стабильность. 21.30 в Москве. На эхе краткие новости. Подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы завтра в полдень должны выдвинуться к сирийско-турецкой границе за пределами зоны турецкой операции «Источник мира». Они будут содействовать выводу курдских подразделений и их вооружения на 30 километров от границы. Об этом говорится в совместном меморандуме президентов России и Турции по итогам их переговоров в Сочи. Отмечается, что вывод должен завершиться в течение 150 часов. Затем начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину 10 километров от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира». Правозащитники зоны права обратились к новому главе СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять на контроль обращение 32 участников акций протеста с жалобами на избиение силовиками. Об этом говорится в письме руководителя организации Сергея Петрюкова, сообщает РВК. Накануне Фадеев заявил Интерфаксу о намерении поставить вопрос перед правоохранительными органами о том, что подобные обращения не получают никакого ответа. При этом в интервью «Известиям» он отметил, что выступает против несанкционированных акций, считает их неуместными, тем более в Москве, и понимает реакцию властей на их проведение. Британские парламентарии этим вечером поддержали во втором чтении законопроекта о Брексите. Это стало первой крупной победой премьеры Борису Джонсона в парламенте. Однако сегодня депутатам предстоит еще одно важное голосование. Они должны либо поддержать предложение главы правительства о принятии законопроекта в трехдневный срок, либо отказаться рассматривать его в таком порядке. Ранее Джонсон предупредил, что в случае отклонения его графика он снимет документ с рассмотрения вовсе. А это угрожает выходом Великобритании из Евросоюза 31 октября без сделки с Брюсселем. В Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью 9-11, днем 14-16 градусов. Ирина Кучеренко, служба информации, Эхо Москвы. Не будете скучать? Ну, дайте время. Может, как-нибудь начну скучать. В какой-то момент. Там сколотили какую-то группу, где нам очень занимались делами. Мы там сколотили фракцию, да. Ну, видите, вот мы занимались. Легитимно, конечно, задать другой вопрос. Мы своей активностью этого лета, конечно, так сказать, уничтожили эту институцию. И, в общем, было понятно, к чему дело идет. Ну, не вы уничтожили. Подвели под минастрь. Ну, а иначе какой смысл в существовании? Вот, совершенно верно. В том-то, и я же не говорю, что это было неправильно. Я говорю, что легитимно задать вопрос. 21 час 33 минуты. Мы продолжаем программу «Статус». У микрофона Майкл Найки. Здесь со мной в студии политолог Екатерина Шульман. Здравствуйте еще раз. Идет трансляция на Туб-канале «Эх, Москвы». Подключайтесь туда, ставьте лайки. А мы переходим к нашей следующей рубрике. Чудесное слово. Да, чудесное слово. Любимая наша буква «С», такая вот, видите, богатая. И термин наш сегодняшний это стабильность. Стабильность политическая. О кризисе мы с вами говорили, а сегодня поговорим о стабильности. Скажите честно, это такая небольшая маленькая миссия, нет? Бог с вами. Это порядок алфавита. Как я мог западать? Священный алфавитный порядок. Мы по нему идем. Слушайте, если бы у меня тут сейчас, например, я бы сказала, сейчас у нас будет буква «Ф», и поговорим мы от термения «fail state», вот это было бы как-то странно. Мы же будем говорить про «fail state». Если мы с вами доживем до буквы «Ф», чего никто нам гарантировать не может, то мы дойдем и до этого. Но сейчас у нас буква «С», напоминаю, кто еще не понял, и термин наш сегодня «стабильность». Значит, что такое политическая стабильность? В чем она заключается? Каковы факторы на нее влияющие? Каковы ее признаки? Каковы признаки противоположного положения вещей? Собственно, почему про «fail state» я вспомнила, поскольку это, собственно, антоним стабильности. Начнем мы, как всегда, с этимологии. «Stabilis» по латыни это «постоянный» или «устойчивый». А тут есть внутри такой вот прокорень «sta», который обозначает стояние, ну, собственно, вот эту самую устойчивость. Надо сказать, что, например, по-английски слово «stable», которое обозначает «стабильный», он же обозначает и «stoyla», например. Это как-то называется «ложный друг привычка», поскольку это совершенно не одно и то же слово. И, например, в английский язык эти слова вошли разными, так сказать, путями заимствования. То «stable», которое про лошадок, и то «stable», которое про стабильность. Но, тем не менее, вот этот прокорень, чтобы не впадать в задорнующину «sta», «сто», который в русском языке тоже присутствует в словах типа «стоять», «быть устойчивым», ну, собственно, в этом «сто» или «тоже», он там внутри есть. Итак, «стабильная система» это та, исходя из смысла самого термина, которая может стоять неподвижно. Засада тут в том, что политическая система, а термин «система» у нас с вами был несколько выпусков назад, по своей природе представляет собой динамическое равновесие. Мы с вами, по-моему, даже на доске рисовали этот самый черный ящик, политическую систему, которая непрерывно поглощает запросы из внешней среды, внутри себя вырабатывает решения, выдает эти решения наружу, и, соответственно, таким образом формируется новый запрос, который она опять должна воспринимать. Поэтому, с одной стороны, политическая стабильность выглядит неким противоречием в терминах, неким практически оксюмароном. Как может быть стабильно то, что непрерывно трансформируется, изменяется, адаптируется под изменение внешней среды. В политологии под стабильностью политической системы подразумевается, в общем, достаточно простая вещь. Это способность самосохраняться без экстраординарного насилия. Обратите внимание на эти слова. Значит, стабильная политическая система это та, которая поддерживает свое существование, не увеличивая дозу насилия, которая для этого необходима. Если у вас уровень насилия ваш возрос, то, значит, стабильности у вас нету. Что такое, так скажем, обычная доза или там привычный уровень? Ну, например, возьмем, если вы тоталитарная модель и у вас 100 расстрелов в неделю, то это ваша норма. Если вы на этих 100 расстрелах в состоянии существовать дальше, то вы стабильны. Если вам приходится увеличивать дозу до, значит, тысячи и при этом еще вводить в городах комендантский час, значит, вы нестабильны. Может быть, вы переживете этот этап и стабилизируетесь на вот этом некоем новом уровне. А может быть, вы развалитесь на части. Тогда, значит, вам не повезло. Соответственно, первый признак нарушения стабильности это увеличение уровня внутреннего насилия. Значит, каким образом политическая система может быть стабильной? Ну, авторитарные и тоталитарные модели достигают этой самой стабильности, этой выживаемости всепроникающим контролем над гражданской жизнью. Для них любые новации, любые изменения, которые происходят в обществе, являются потенциальным источником опасности. Почему? Потому что они ригидны по своей природе. Это жесткая рамка, которая не может, не в состоянии каким-то образом измениться. Поэтому она контролирует все, что движется, для того, чтобы это движение не составляло угрозы для нее. Как ведут себя демократические модели? Для демократических моделей основным, скажем так, инструментом поддержания стабильности является электоральная ротация, выборная ротация. То есть, что они делают? Они устраивают у себя на всех уровнях власти выборы, регулярно проходящие и с малопредсказуемым, обычно, так сказать, в норме, результатом. Хотя, опять же, там бывают в демократиях некие традиционные голосования и районы, которые голосуют одинаково годами и десятилетиями. Это тоже нормально, но в целом выборы являются конкурентными. Таким образом, постоянно происходит микроизменение. Кроме того, существует ряд других каналов, которые позволяют этому общественному запросу достигнуть машины власти. Вот эти вот так называемые каналы обратной связи, фидбэк, ченнелс, включая медиа, включая разные иные формы общения машины, принимающие решения с внешней средой. И вот она постоянно адаптируется к этой внешней среде, воспринимая эти самые запросы и выдавая решения, а потом и новые запросы и новые решения. Это демократический способ поддержания стабильности. Чем он хорош? Почему он, собственно, постепенно завоевывает мир? Почему количество демократий на лице земли все время увеличивается? Почему даже те страны, которые не являются демократическими, у себя эти демократические институты вынуждены вводить или имитировать? Потому что, действительно, таким образом, эта стабильность гораздо более достижима. Мы ассоциируем диктатуру с порядком, диктатуру с устойчивостью, нам кажется, что чем, так сказать, строже охрана, тем больше порядка. На самом деле, ригидные структуры, как вы понимаете, низкоадаптивны. Поэтому, когда меняется что-то внутри или снаружи более радикально, чем они в состоянии проконтролировать, они как раз разваливаются. У них вот эта вот их ригидность, она же их, так сказать, фражильность, она же их и хрупкость. Адаптивные, гибкие, теплые, живые структуры приспосабливаются, меняют среду под себя и меняются в соответствии со средой, и таким образом, они в состоянии прожить довольно долго. Есть еще одна интересная деталь, которая касается стабильности демократической и стабильности недемократической. Целый ряд явлений, которые, скажем так, ассоциируются у нас с нестабильностью, они в состоянии перевариваться демократиями, устойчивыми демократиями, без заметного вреда для себя. Что имеется в виду? Ну, например, бурные дебаты в парламенте, даже драки, какие-нибудь цунгцванги, когда невозможно принять законопроекты, долгие месяцы идут дебаты, правительство не в состоянии протолкнуть свою инициативу. Как-то шат-аут, как его там, локдаун и прочее, грин-лок, значит, все вот эти вот ситуации, которые бывают, например, там в конгрессе США или в британском парламенте. Массовые протестные акции, даже драки, вы не поверите, на улицах, даже бывает машину сожгут, окно разобьют, а потом смотришь, на утро осколки вытерли, машину сожженную утащили и живут все, как жили. И никакого влияния на общую стабильность системы это не оказывает. Если такого рода вещи начинают происходить в недемократиях, то все начинают рассматривать это как трещины в стене, как какие-то вот расходящиеся швы и развинчивающиеся гайки, вслед за которыми должен хлынуть неостановимый поток дальнейших уже неконтролируемых событий. При этом, опять же, демократии переживают все это довольно легко, да, умылся в снегу и лишь румяне стало наперекор врагу. Все это им идет только на пользу. Опять же, другая поэтическая цитата, в огне страстей они свежеют и обновляются и зреют. А вот не демократии, понимаете ли, не зреют и не обновляются. И когда там один чиновник что-нибудь сказал поперек, то это уже рассматривается как страшная нечеловеческая угроза и правильно рассматривается. Чем больше ты баррикадируешься от внешней жизни, тем меньше ты можешь себе позволить малейшую щель в твоей баррикаде. Почему? Потому что ты противопоставил себя внешней среде, ты противопоставил себя, ну не побоюсь этого слова, естественному ходу вещей. Поэтому тебе для того, чтобы даже удерживаться на месте, нужно, как вались в стране чудес, очень быстро бежать. Потому что ты живешь против естественного порядка, ты пытаешься остановить время, открутить стрелку часов назад. Если ты живешь, как выражаются наши братья-психологи, в потоке, то тебе и уровень насилия может быть меньше, ты не должен содержать такую чудовищную правоохранительную машину, которая будет защищать тебя от этой внешней реальности. Ты можешь меняться со временем и даже ты можешь, страшно сказать, легко передавать власть своим преемникам или даже своим оппонентам, потому что все они находятся в рамках той же самой подвижной, гибкой, адаптивной системе. Вот такова, собственно, политическая стабильность в ее идеальном воплощении. А мы переходим к нашей следующей рубрике. Обычно у нас рубрики эти несколько сопряжены, по крайней мере, последовательно. Как-то мы стараемся, чтобы между ними было нечто общее. Хотя бывает, что, например, чей-нибудь юбилей или, наоборот, смерть или вручение Нобелевской премии, оно разрушает эту связь. Но сегодня у нас отцом нашим будет человек, который долгие, я бы сказала, десятилетия оказался самим воплощением стабильности, который был настолько, я бы сказала, непременной частью мирового пейзажа, как вот, как нарисовано на доске, как некое солнце, которое каждый день всходит на востоке и садится на западе и обязательно на небе появляется. До такой степени все к этому привыкли. А несмотря на высокую конкуренцию со стороны разных авторитарных лидеров или каких-нибудь азиатских монархов, этот человек по-прежнему самый долгоправящий монарх в мире за всю, скажем так, письменную историю, если мы не считаем каких-то легендарных всяких ясных солнышек, про которых мало что известно. Ну, в смысле, сейчас-то он не правит уже? А, нет, сейчас он не правит. Остается продолжить. Среди монархов. Из 76 лет своей жизни само по себе не очень цифра, скажем так, впечатляющая. Видели мы в этой рубрике людей постарше, видели, правда. Он же не был ученым. Видели и помоложе? Нет. Нет, значит, он не был ученым. Он был как раз практиком. Так вот, правил он 72 года и 110 дней. Часть этого времени, правда, в младенчестве. Наш сегодняшний герой это король солнца. Это Людовик XIV, богоданный. Дьедоне было у него такое прозвище при рождении, поскольку он родился на достаточно позднем этапе. А брак своих родителей никто уже там этого ничего не ожидал. А тут вдруг взял и появился долгожданный наследник. Он правил настолько долго, что наследовал ему его правнук. Всех остальных своих потомков он пережил. Немножко помогла этому тогдашняя медицина. Это были темные века действительно европейского врачебного искусства. Всех резали одним ножом. Лечение от всех болезней это было кровопускание и, значит, всякие слабительные. В общем, люди мерли там как мухи. Поэтому тогдашний врач Фагон, знаменитый королевский врач, уморил все королевское семейство и едва не прервал династию Бурбонов. Но одного будущего Людовика XV, собственно говоря, спасли. Итак, 72 года правил этот человек. Он сделал Францию ведущей державой Европы и, в общем, всего тогдашнего обозримого обитаемого мира. Тогда именно французский язык стал языком международного общения, каковым он продолжал быть чуть ли не до Первой мировой войны. Тогда французские моды, французская культура, французский стиль жизни и, собственно, французская политика стали образцом для всех остальных держав. Как это получилось, как ему это удалось? Мы, естественно, с вами не расскажем за эти имеющиеся у нас минуты обо всем этом более чем 70-летнем правлении. Подумайте, это дольше, чем вся советская власть. Поэтому, естественно, это правление тоже разделялось на разные этапы. Поэтому нам с вами из-за недостатка времени придется сфокусироваться на некоторых, так сказать, аспектах. Лайфхаках. Лайфхак. Совершенно верно, да, да. Тайны сохранения власти Людовика XIV. И что сделал этот человек? Он отличался действительно железным здоровьем. Почему мы заговорили о медицине? Средняя продолжительность жизни тогда была гораздо меньше, чем сейчас. Он тоже подвергался разным жутким врачебным операциям, но как-то это пережил. Он был необычайно работоспособен. Как только, практически сразу, как он достиг возраста правления, как он достиг совершеннолетия, он отменил должность первого министра, который до этого при его, так сказать, в его младенчестве, в его юности и при правлении его отца Людовика XIII, фактически, правителями Франции были первые министры Ришелье и Мазарини. После того, как Мазарини умер, юный король, 20-летний с чем-то, король Людовик XIV, сам стал своим первым министром. Вот эта вот его фраза, которая написана у нас на доске, знаменитая Лета Самуа, государство это я, оно, в общем, не то, чтобы отражает его самовлюбленность, хотя с этим у него тоже было хорошо, сколько оно выражает его непосредственное вовлечение в государственные функции. Каковы были принципы его правления? На его детство была, так сказать, пала тень фронды. Это, ну, было два этапа фронды, фронда парламентская, фронда принцев. Это вот был такой бунт, значит, сначала в парламентской фронде это был бунт, так сказать, дворянства мантии, как это называлось, а потом и дворянства шпаги, феодальной аристократии. Некоторая попытка вернуть себе вот эту вот дворянскую вольность и править своими провинциями, как такие маленькие короли, как было при, там, скажем, Людовике XI, который тоже с этим делом страшно боролся. Поэтому его основной, хотя не декларируемой политической задачей как удаление дворянской аристократии от дел правления. Их он занимал, построив Версаль, разнообразными придворными функциями, он стравливал их между собой, конечно же, он погружал их в мир этикета и в мир непрекращающихся праздников и заставлял их драться за, значит, право, там, скажем, открывать перед собой одну створку двери или два, когда ты проходишь, или там становиться в церкви на колени на подушечке или не на подушечке, или чья жена будет держать корзинку с милостынью в День Святого Духа. Прочитать у Сан-Симона все эти страшные битвы. Сан-Симон сам был активным их участником. В это время король со своими министрами, заимствованными из совершенно других сословий, не из аристократии, реформировал Францию. У него были великие, действительно, министры-реформаторы, такие, как Кальбер, например, значит, такие, как человек, который Ля Рене, с которым он реформировал полицейскую систему, собственно, построил ее. Он реформировал систему финансов, он сделал Францию колониальной державой, Франция построила флот, который соперничал и с датским, прошу прощения, с датским, с нидерландским, естественно. Вот еще один Дач и Дейн, это еще один ложный, страшный ложный друг переводчика, видимо, поэтому теперь нидерланды хотят называться только нидерландами. У них там другая причина. Как бы то ни было, может быть, нам станет чуть легче. То есть вот большие реформы Людовика XIV проходили как бы через голову его аристократии, которая была во многом отстранена от участия в делах. Он сам был очень сильно вовлечен в эти дела, правления. Он непрерывно воевал. Тогда основным инструментом политики была, конечно, война. Он воевал с Голландией, как раз, с Нидерландами, он воевал за испанское наследство, он сделал своего внука испанским королем. В общем, до, вплоть до самого последнего времени его правления ему все удавалось. Потом, значит, последние его войны начали становиться неудачными. Тогда он сказал знаменитую фразу, Господь, кажется, забыл, как много я для него сделал. Удача стала от него отворачиваться. Его дети и внуки умирали от всяких разных болезней. И самое главное, что несмотря на успешные, в том числе, финансово-экономические реформы первой части его правления, к концу Франция оказалась в тяжелой финансовой ситуации, которая при его правнуке начала, скажем так, ухудшаться дальше и начала очень активно приближать революцию, потому что там появились финансовые пирамиды, бумажные деньги, быстрое обогащение, новые богатые, разорение аристократии, все вот эти вот вещи, которые являются признаками грядущих тяжелых социальных потрясений. Все-таки какая-то сменяемость власти, судя по всему, нужна. 72 года править, конечно, хорошо, но понимаете, про многих из этих великих правителей хочется сказать, вот если бы ты ушел, ушел бы пораньше, да, история сохранила бы о тебе совершенно другое воспоминание. Да и Иван Грозный был тоже молодым реформатором, и тоже был довольно успешным царем-то. Потом у него что-то поломалось в голове, и Людовик XIV-й тоже не сразу придумал отменять Нанский эдик, что совершенно обескровило Францию, поскольку изгнало из нее многочисленное сословие ремесленников и предпринимателей гугенотов, которые уехали, например, в ту же Голландию, они уехали в Англию и дали там очень большой толчок, в том числе развитию, например, флота британского и британской промышленности, потому что нехорошо выгонять всяких знающих и работающих людей по идеологическим мотивам, они будут помогать твоим геополитическим конкурентам. И также не стоит слишком увлекаться своей исторической ролью, а к концу долгого управления это часто бывает, потому что это вызывает, скажем так, иррациональную политику, политика, которая ориентируется на символы, на символические достижения, на престиж, на то, что можно показать на внешнее, а не на внутреннее здоровье и благополучие. Вспомним добром, тем не менее, Короля Солнца, эпоха его увлекательная и художественно богатая в значительной степени, но наследникам своим он оставил тяжелое наследство, как-то они с ним еще побились, сколько-то это протянуло, а потом все и навернулось, скажем мы, неисторическим термином. Но, что называется, на его век хватило, а век его был долгим. А мы переходим к нашей заключительной рубрике. Каждый вторник вы задаете вопросы в социальных сетях Москвы под анонсом эфира. Я выбираю три из них и задаю Екатерине Шульман. Ольга Санина спрашивает, в информационном поле все чаще слышится слово диктатура, применительная к ситуации в российской политике. Насколько правомерным кажется вам использование этого термина, особенно в свете последних событий? Изменяется ли каким-то образом вектор развития или деградации государства? Вопрос хороший на небольшую лекцию, как обычно бывает вопрос у наших слушателей. Ну, давайте скажем, что для нас станет признаком системных изменений, изменений природы, политического режима? Не кадровые перестановки, уж извините, не смена одних людей на других. Нет. Это все очень интересно и увлекательно, но это системными изменениями никак не является. Изменениями будут изменения в конституционной рамке, в законодательстве. Значит, ну, если у нас функции органов власти как-то поменяются значимым образом, если выборная система будет как-то изменена, еще раз повторю, сущностно, если какое-нибудь там военное положение нам введут и отменят все выборы на ближайшее время, понимаете, этот вопрос, вот что еще должно произойти, чтобы вы поверили в кровавую фашистскую диктатуру, он задается часто, но он бессмысленный. Много может происходить в большой стране возмутительных событий, ужасных событий, трагедий. Но, понимаете, опять же, кровь засыплют песком и на следующий день все будут жить как дальше. А иногда бывают малозаметные события, когда никого не убивают, но это меняет дальнейший ход событий. Вот наша задача непростая, ровно состоит в том, чтобы отсеивать возмутительное от трансформирующего. и пока, скажем так, на сегодняшний момент системных изменений мы с вами пока не видим. Мы видим, вот что мы видим, мы видим увеличивающуюся ригидность, мы с вами говорили об этом в нашей рубрике, про стабильность, мы видим неспособность к адаптивным изменениям, хотя бы каким-то минимальным. С кооптацией стал не особенно. Кооптация удовольствия для богатых, кооптируют те, кому есть что предложить. Если вам нечего предложить, кроме перспективы уголовного преследования и репутационного убытка, то, значит, кооптировать вы никого особенно не будете. Поэтому это да. Но это признаки такого, я бы сказала, системного старения, но пока еще не системных изменений. Перекос власти, ресурсов власти в сторону силовых акторов мы тоже наблюдаем, но это очень сложно. Еще раз повторю это выражение, динамический баланс. Тут тоже нет единого вектора. Сначала он в одну сторону, потом в другую, значит, там, грубо говоря, пятерых отпустили, пятерых опять забрали, там Голунова отбили, а московское дело завели. Вот это вот так все балансирует. Последнее событие с СПЧ, это, конечно, некоторое ослабление политического блока нашего административного. Он в последнее время как-то слабеет, потому что, видимо, среди прочего, потому что президент не так сильно интересуется внутренней политикой. На официальном языке это называется президент сконцентрирован на геополитической повестке. Но это обозначает, что в это время внутри страны, так сказать, более приземленной повесткой занимаются какие-то другие люди. В этой ситуации администрация президента, которая сильна только собственно президентским именем и не имеет, есть у него такой темный секрет собственных полномочий, да, нету закона об администрации президента. Они сами... они сами-то ведь по себе никого не назначают, не снимают, они только готовят проекты указов, а президент их подписывает или не подписывает, или хочет подписать что-нибудь другое. Поэтому настолько, насколько они способны, так сказать, каким-то образом с ним взаимодействовать, насколько ему интересно и важно то, о чем они говорят, настолько они сильны. А если нет, то сильны становятся другие люди, на которых обращено больше внимания. Вот это вот те признаки, за которыми мы следим. То есть на Конституцию надо смотреть? На Конституцию, на законодательные рамки, на баланс сил. А следующий вопрос, Евгений Титов. Намеренно ли в России снижается уровень жизни населения, учитывая профицитный бюджет, о чем вы не раз упоминали? Может ли это быть связано с тем, что условный средний класс потенциально опасен для данного режима, поскольку явно не является его опорой, а скорее наоборот? Я не думаю, что тут есть какой-то стратегический замысел коварный по загонянию русского народа в бедность. Потому что недовольные люди на самом деле опаснее, чем те, которые живут хорошо. Весь предыдущий опыт нашей политической системы говорит ей, что в ситуации растущих доходов населения граждане поддерживают власть. В ситуации падающих доходов они становятся недовольны. Поэтому скорее в ее интересах как-то раздавать им денег. И мы видим эти попытки, мы видим попытки как-то замазать отрицательный эффект пенсионной реформы, повышения пенсионного возраста, какую-то раздачу денег пенсионерам нацпроекты. Ну, нацпроекты кормят в основном участников нацпроектов, то бишь крупные частногосударственные партнерства разнообразные, оно предполагается, что гражданам там тоже что-то перепадет. Так что нет. Но действительно несколько маниакальное и странное стремление собрать побольше денег с граждан в условиях, когда, собственно, доходы от нефти, вообще от углеводородов достаточно высоки. И бюджет является уже несколько лет как профицитным, вот несколько странен, потому что людей это очень сильно раздражает. Людей раздражает попытка постоянно залезть им в карман. Кстати, вспомним про наши выплаты подрабатывающим матерям. Мы как-то тоже рассчитываем, что благодаря поднявшемуся шуму Министерство труда и социального развития как-то откажется от этой своей очень чудной идеи. Я вижу какие-то заявления противоположного характера, что типа мы тут сейчас поддержим демографию рублем. Ну давайте лучше поддерживать демографию рублем. Про второй демографический переход мы им не расскажем, пускай поддерживают. Короткий вопрос на 30 секунд. Павел Ассонин. Разделяете ли вы мнение о России как обществе с вождисткой политической культурой, что исключает для страны любые другие формы правления, кроме президентской парламентской? Как-то странно. Президентская парламентская это очень плохая форма правления. Вождисткая культура это одно, президентская парламентская форма это другое. Была действительно была такая констелляция ценностей. Она стала меняться приблизительно в середине десятых годов. Сейчас у нас происходят очень значительные изменения общественного мнения, общественного запроса в сторону от этого направления. Вот эта вот вождистская идея поклонения сильной руке, стремление найти начальника, который, как сказал, так и сделал, оно присутствует, а такие вещи не исчезают на утро, но оно начинает уступать место другому запросу, запросу на обобщенную справедливость, запросу на коммуникацию и запросу на участие. Это те слова, которые мы с вами в этом эфире много раз слышали, вы слышали от меня, а я их слышу от социологов, собственно, именно поэтому я об этом говорю. Тут, еще раз повторю, есть изменения. Программа Статус, Екатерина Шульман, Майкл Наки, до встречи через неделю. Спасибо. Спасибо. Угу.